This conference will now be recorded. 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 Поэтому, если окунуться немножечко назад, то, конечно, эпоха, когда создал табличку, распечатал и ты молодец, подготовил отчет, она ушла уже давно, что называется, наверное, еще на стыке 2000-х годов. Сейчас ценятся навыки, которые позволяют получать результаты крайне быстро. То есть все то, что человек, например, будучи сверхкомпетентным в начале 2000-х годов знал, то, что знает современный пользователь или профессионал уже по бизнес-аналитике, это совсем разные инструменты. Понятно, что не все строится абсолютно новыми какими-то вариациями, но, тем не менее, у нас появляются новые инструменты, у нас появляются с вами новые потребности. И, что приятно, они идут параллельно друг с другом. То есть не получилось так, что потребность в задачах растет, а инструменты остались на том же уровне, который был, например, в версиях 2000-х, в начале 2000-х годов. Так, ну, за свое время я, в принципе, обучила достаточно много любителей и просто уже теперь, можно сказать, маньяков Excel и все, что с ним рядом. Но, тем не менее, значит, в принципе, кто в основном у нас с вами обучается и кто претендует вообще на все эти профессии. На самом деле, сфера деятельности абсолютно любая, как я уже говорила. Первый вариант – это, конечно, все те профессии, которые так или иначе вообще связаны с анализом наших больших данных. То есть это и сами аналитики, да, это и там любитель статистики и так далее. То есть на сегодняшний момент главная, основная цель – уметь все делать быстро, быстро, наглядно и результативно. То есть в это время Excel уже простым Excel, наверное, не всех можно удивить, если только это достаточно маленькая компания. Крупные, российские, зарубежные, там, совместные компании, они используют для решения своих задач, как стандартный Microsoft Excel, да, кто-то использует Tableau или при условии, что больше ориентированы на майкрософтские услуги, используют, конечно, и то, что связано с Power BI. Достаточно часто среди обучающих, как в наших обычных группах, так и в корпоративных заказах, это и сотрудники различных нефтяных, фармацевтических, банковских, логистических компаний. Ну, в принципе, я так в любопытство ради, периодически, когда мне слушатели отправляют какие-нибудь итоговые работы, я просто просматриваю на подписи. И я понимаю, что, в принципе, нет никакого ограниченного круга, то есть, например, только там специалист, статист, да. Очень важно в любой сфере быстро понимать любую ситуацию и быстро находить из нее решение. Поэтому на сегодняшний день, если смотреть, действительно, этот навык важный, то есть, где-то прям сразу в вакансиях, например, если смотреть на бизнес-аналитика, прописано, например, уверенное знание Microsoft Excel. А где-то уже написано уверенное знание Microsoft Excel и всех, например, Power, то есть Power Query, Power BI, Power BI. То есть, это уже явно пользователь, который умеет строить большее количество отчетов и быстрее, соответственно, обрабатывать данные. Дело в том, что если мы возьмем наши стандартные инструменты, ну, Microsoft Excel, да, то в основном первая стадия, которая вообще проходит, это изучение, конечно, там формул, да, условного форматирования, диаграммы, сводные там таблицы, диаграммы, чтобы, ну, как-то донести результаты тех данных, которые мы, что называется, имеем. Но, как, наверное, вы тоже уже представляете или если не представляете, то Excel немного ограничен. Во-первых, как по количеству записей. У нас на листе всего лишь там 1 миллион 48 тысяч 576 строк. Но некоторые говорят, неужели кому-то не хватает? Конечно, не хватает. Объемы наших данных растут постоянно. Плюс очень много ситуаций, когда нам нужно анализировать не текущие ситуации, вот, например, там, на один день или на один месяц, а на самом деле в совокупности, чтобы выявлять какие-то более длительные закономерности, те же самые прогнозы и так далее. Поэтому простые инструменты, они, конечно, для каких-то задач уже неплохо демонстрируют какую-то взаимосвязь, да, лучшее понимание, видение ситуации, но их недостаточно. Сводные таблицы, ну, в 2000-х годах, конечно, тоже считался огонь и в 2010-м, в принципе, и в 2015-м даже. И на самом деле я ни в коем случае не занижаю их возможности, но сводные таблицы тоже сводным таблицам вроде. Одни сводные таблицы построены по обычным диапазонам, как это привык пользователь, а другие сводные таблицы уже построены по некой модели, которая, оказывается, уже давно прячется в Excel, а, возможно, многие о ней еще и не знали. Поэтому вот первый шаг такой аналитики, да, он у нас действительно в разрезе обычного Excel. Ну, естественно, новые версии приносят какие-то немножко улучшения, хотя, наверное, так вот, если в среднем сказать, 13-е, 10-е немножко с натяжкой все-таки, 13-е и выше версии, они, в принципе, уже отлично справляются с этими задачами. Но и этого, оказывается, недостаточно, потому что, если мы имеем мощные источники, то подстановка данных там из одной таблицы в другую, даже с использованием формул, приносит достаточно приличные временные потери, увеличение размера файла, ну и, как я вот всегда шутя говорю, эффект тихо умерло все до рассвета, потому что если очень много формул, непростые, то на самом деле процесс перерасчета тоже занимает приличное время, и тем самым наши ожидания, потому что в этот момент вы ничем другим заняться с точки зрения аналитики не сможете. Более того, даже и в других программах будет не очень-то комфортно работать, потому что компьютер, ну, мягко говоря, занят. Поэтому еще в начале 2010-х годов, но тогда как-то про нее прознали немногие, хотя Microsoft, в принципе, для крупных компаний проводил тренинги и рассказывал о том, что, ребята, такое уже появляется, и вот оно доступно как бы, ну, достаточно простому пользователю. К нам явились технологии, которые отвечают за PowerPilot и PowerQuery. В принципе, конечно же, это все не в простых версиях, типа для дома и учебы. Для дома и учебы бизнес-аналитикой заниматься не надо. Это все уже в более расширенных версиях, поэтому тут тоже важно отследить за тем, чтобы версия, в которой вы планируете все это изучать, да, работать, ну, если это не в рамках, там, рабочих компьютеров в том числе, что ваша версия это поддерживает. PowerPilot – это на самом деле встроенная аналитическая модель в нашем файле Excel, то есть, опять же, все внутри нашего Excel, которое позволяет действительно загружать емкие источники, работает по принципу баз данных. Мы загружаем кучу разных таблиц. Главное, чтобы между ними можно было установить связь. Ну, здесь как раз и происходит принцип «как в базах данных», только нам не надо заниматься разработкой самой этой базы данных. Мы загружаем источники, создаем связи. В том, конечно, что-то и посчитать приходится. Ну, а затем мы, конечно же, строим отчеты. И плюс заключается в том, что PowerPilot, он позволяет нам обрабатывать емкие источники. Это миллион строчек. Да и не проблема, говорит он моментально. Два, три, пять, десять. Ну, здесь в большей степени уже будет быстрота, еще зависит от мощей вашего компьютера. PowerQuery, он тоже к нам явился. Ну, где-то еще в 2010-й версии, в конце, в 13-х версиях уже. Это инструмент, который позволяет нам с вами существенно сократить время для подготовки данных, которые не очень красивые с точки зрения нормальных таблиц. Ну, например, содержит кучу каких-то объединенных строчек. Или как у нас любят нам откуда-нибудь выгрузить или создать пользователь сам, когда таблица содержит огромное количество строк-заголовок, да, а любая база данных, она говорит, что это. Я, говорит, знаю только одну, самую верхнюю, а все остальное это делать с этим, что хотите. Поэтому, конечно, у нас опять возникают задачи быстро и, главное, удобно преобразовывать кривенькое в нормальненькое. Но помимо преобразований PowerQuery еще умеет выполнять консолидацию. Поэтому PowerQuery нам тоже интересен и отдельно с точки зрения подготовки источника и обработки, там, построения каких-то отчетов в Excel, также и как такое промежуточное звено для добавления источников PowerPivot и дальше уже строить отчет. Где-то в 13-й версии у нас еще была такая настройка PowerView, но это была такая репетиция перед созданием со стороны Microsoft Power BI Desktop. И вот когда он явился, а есть еще параллельно не микрософтский табло, то здесь люди, которые понимали, что отчетность должна быть динамичной, то есть, конечно, слово дашборд, оно звучало и ранее, но дело в том, что в Excel это было такое с натяжкой, то есть, скорее, это имитация, наши какие-то творения, попытки улучшить то, что есть, но не в чистом виде дашборд. А вот Power BI уже говорит, дашборд – это круто. И на самом деле пользователь, который уже знает и PowerClay, и PowerPivot, может прекрасно строить различные дашборды, опираясь даже на те же самые данные, которые он уже использовал при построении модели в Excel, то есть, модель PowerPivot. Ее можно импортировать и с ней дальше строить. Глобальное преимущество заключается в том, что наши современные инструменты, бизнес-аналитики, они действительно позволяют нам в кратчайшие строки строить множество визуализаций. Большой плюс, что многие элементы визуализации являются реально фильтрами для других визуализаций, то есть щелкая там, не знаю, те же самые срезы, да, мы их понимаем на уровне Excel, они тоже, когда пришли в 10-й версии, это было вау, смотри, как круто. Это срезы, каждый элемент диаграммы, каждая строка таблицы, это, в принципе, может являться срезом для других объектов на этом листе, на этой странице. Это тоже удобно, потому что вы щелкнули, вы сразу увидели, как изменились данные, вы на другое посмотрели, то есть быстро, кратчайшие строки, понимать различные ситуации, что, как влияет. И что самое примечательное, Microsoft, если обновления в офисе, они все-таки, наверное, не так быстро, как нам иногда хотелось бы что-то, да, у каждого наверняка есть, как бы, пожеланий мне вот этого не хватает здесь, то, что касается всего Power, здесь разработками занимаются, ну, посерьезнее, то есть периодически появляются новые возможности, даже тот же самый Power BI Desktop, он у нас бесплатный, но где-то раз в два месяца мы точно, может быть, даже чуть чаще, ну, прям так, нельзя прям четко сказать, но мы получаем какие-то доработки, какие-то новые удобные моменты, ну, то есть вот чувствуется, что ради людей работают. И получается, что, конечно же, недостаточно только знаний одного Excel. Задачи по сравнению, например, данных, да, это такая типовая задача, которая раньше, когда у нас не было Power всех этих вариаций, в основном человек там в Excel решал, через какие-нибудь там функции VPR, там, сравнение, макросы, кто там дальше осилил, да, решил заняться программированием, то многие эти задачи, они гораздо быстрее и проще решаются с помощью Power Player. То есть мы там можем выполнять слияние, находить различия, или, наоборот, совпадения, да, отличия, то есть это все колоссально, и на самом деле это очень востребовано, и это дальше будет востребовано, потому что стандартная такая процентовка, процентов 70, это подготовка данных, и 30 построение отчетов, конечно, всем хочется, чтобы подготовка данных занимала как можно меньше. А если подготовка данных будет занимать как можно меньше времени, значит, мы сможем быстрее построить наши отчеты и, скажем, по-другому выполнить больше объем работ, то есть справить свои задачи, потому что, может быть, кто-то из вас сталкивался, я вот иногда наблюдаю там за некоторыми знакомыми, ну, или просто вот там общаясь с людьми, да, там, в компании в том числе. Ну, да, вот смотришь человек, он там на позиции какой-то, да, он Excel толком, мягко говоря, не знает, но основные его задачи научился там копировать, писать какие-то простейшие формулы, ну, и, конечно же, фильтр. Это же инструмент, я его сейчас всегда называю 7 беда, 1 ответ. Как что, так сразу пофильтруем. И вот ты смотришь, как он, бедняга, страдает иногда, я вот эту задачу там решаю два дня. Думаешь, боже, ее же инструментами, которые по-современнее, можно решить, ну, конечно, не за пять минут, ну, к примеру, там, за полчаса. А человек два дня страдает, мучается и еще не до конца уверен вообще, то ли он сделал, потому что ошибка при ручном каком-то варианте, она появляется в любой момент, и ты будешь долго искать где-то чего там сделал, кривенько и косенько. Поэтому современный мир, он все больше и больше ускоряется, объемы данных растут, и, соответственно, технологии для обработки этих данных тоже для нас, как для пользователей, мы не путаем, что есть, конечно, еще там и разработчики баз данных, да, и их там оптимизаторы, настройщики и так далее, вот, что это немножко другая история. Для нас, как для пользователей, который должен добыть, что называется, данные и представить их в нужном, наглядном, долго читаемом отчете, это процесс очень важный, чтобы у нас было и программное обеспечение, и возможность достаточно быстро всем этим пользоваться. Поэтому, если говорить глобально, то просто Excel уже далеко недостаточно. Если, может быть, еще лет пять назад это более-менее еще нормально, то сегодня уже все знают, что есть и PowerPay, и PowerQuery, и зачастую говорят, а ты не вот такую задачу, ты реши через PowerQuery. Ну, например, там, когда идет соискатель в вакансии, да, или уже человек там на испытательном, например, сроке, или он уже работает, да, ну, вот, как-то сказал, что знает, а выяснил, что не знает. Поэтому инструменты есть, возможности их узнать есть, остается только всем этим, что называется, старательно пользоваться. Так, Ольга, я, наверное, передаю слово вам, ну, а вы уже дальше, Сергея. Да, уважаемые слушатели, мы сегодня для вас пригласили выпускника дипломной программы, которую мы сегодня представляем, и профессии вот Сергея, и с той целью, чтобы немножко приоткрыть занавес и рассказать вам о неком пути, да, отдельного человека, которому новые навыки, да, как-то, как он их усваивал. Сергей, вот интересно узнать, как вы их усваивали, было ли сложно, почему вообще выбрали данное направление, какие для себя задачи ставили, и что, собственно говоря, изменилось у вас в вашем профессиональном развитии после прохождения данной дипломной программы. Коллеги, всем добрый день. Надеюсь, меня слышно видно. Слышно видно. Вроде так получше видно, не так ущербно. Так вот, всем еще раз добрый день, добрый вечер. Расскажу немного издалека. Когда-то я работал в рознице обычным продавцом, и получилось очень забавное, скорее, не знакомство, а использование Excel. У меня руководитель распечатывал из 1С категории продуктов, что мы продаем. Там, допустим, рюкзаки, ручки, товары для школы, еще что-то. И по линейке сравнивал предыдущую, продажа за предыдущую неделю, продажа за текущую. Я просто подошел и спросил, почему он не использует Excel. Банальная WPR-функция, которая все бы решила. Ну, как результат небольших манипуляций, отчет, который нам присылали, достаточно скудный, и он занимал две вкладки, у нас расширился до 16 вкладок, а его выгрузка занимала всего лишь 10 минут. Причем там была очень глубокая аналитика. Ну, в рамках магазина, безусловно. Потом еще пять магазинов попросили у них установить, сделать то же самое. И это решалось обычными формулами, то есть без подключения к каким-то базам данных. То есть без PowerPivot, без PowerQL, без этого всего. Потом я начал понимать, что неплохо бы это все больше автоматизировать, чтобы не приходилось сохранять много документов из 1С и их использовать. И тогда я просто пошел на курсы бизнес-аналитики, потому что я долго выбирал, какие именно курсы, и увидел, что здесь собраны, по-моему, семь из восьми уровней Excel, не считая практикумов и не считая первого уровня. Суть в том, что я начал активно это все использовать и уже это занимало намного меньше времени. Правда, там приходилось немножко с O-Data пообщаться, но тоже работало. Но, однако, розница это розница, и я всегда пытался от этого уйти и начать работать в офисе. И меня пригласили в международную компанию на вакансии оператор баз данных. Поскольку в специалисте я успел пройти и данное направление, меня взяли. Однако то, что работодатель называл оператор баз данных, по факту заключалось в работе с Excel. Могу сказать следующее. То, что вот этот вот курс мне очень сильно помог, потому что практически весь наш отдел приходит ко мне с задачами по Excel, вплоть до того, почему у меня там не подтягивается функция WPR, начиная от вот таких вот маленьких задач. Просто у них формат ячейки другой стоит изначально, и число воспринимается как текст, что влияет на функцию WPR, она не подтягивается. Начиная с таких моментов и заканчивая вплоть до того, что меня попросили бюджет-файл перевести через PowerPilot Power Query и перевести легкую аналитику. К сожалению, перевести его не могу, извините, коммерческая тайна. Но, скажем так, я выходил за рамки своих служебных обязанностей, благодаря чему, ну, мягко скажем, сейчас нахожусь на хорошем счету, и благодаря чему немножко повысили зарплату. Что, сами понимаете, очень даже неплохо, поскольку мы все работаем по факту не только для удовольствия, да, у кого работает удовольствие тоже, но и чтобы кушать каждый день. Могу отметить еще, что... И что я рекомендую, это выбирать любое, или выбирать то, что вам необходимо, но при этом подбирать, допустим, если вам необходим Excel, брать не чисто Excel, а, допустим, именно дипломную программу. Почему? Бывает, что мне, например, я не думал, что мне понадобится бизнес-аналитика, именно как бизнес-аналитика, однако бизнес-анализ мне сейчас помог. Почему? Потому что меня подключили к группе, которая анализирует должностные обязанности, то есть должностные инструкции. Мы их выверяем, мы их переписываем, и мы вот внутри себя, внутри нашей рабочей группы, чертим вот эти вот таблицы и схемы. Поэтому, если вы будете что-то выбирать для себя, выбирай, вот выбрали для себя, допустим, не знаю, тот же Excel, тот же Photoshop, то есть что-то. Посмотрите дипломные программы или вот комплекс обучения, где это используется, потому что, возможно, вам дополнительные эти навыки понадобятся, и в любом случае, когда вы проходите какие-то курсы, вы вкладываете их в себя, а вложение в себя всегда окупается. Это вот то, что я могу сказать со стопроцентной вероятностью. Сергей, в каком формате проходили обучение? Очно, онлайн? По поводу обучения и так, и так, и так. Дело в том, что я предпочитаю всегда приходить очно, но когда началась вот эта вот пандемия, это не совсем получилось. Плюс ко всему, какие-то курсы попали на праздники, на новогодние. Ну, чтобы из-за меня одного приезжали, потому что мне так удобнее, ну, тоже, знаете, не очень приятно. Поэтому что-то было онлайн, что-то очно. Но в любом случае, и тот, и другой формат очень удобен. Как вы по усвояемости? Потому что я всегда говорю, что часто даже такой очно-заочный формат, когда люди смотрят записи, кому-то даже удобней. Или онлайн-формат некоторые как-то думают, что это потеряет в качестве. Почему спрашиваю, как вам вот в усвоении материалом? Дело в том, что... Ну, вначале я сравнил онлайн-формат и очный, ну, чтобы поэтапно. Онлайн-формат и очный полностью одинаков для меня. Почему? Потому что, ну, если нужно задать вопрос, и ты не можешь его сформулировать, а можешь только нарисовать, благодаря инструментам, которые мы даже сейчас используем, GoToMeeting, мы можем это сделать. Я могу сейчас взять, нарисовать в Paint, попытаться свой вопрос, да, и вот на корявом языке попытаться объяснить, а что я хочу, собственно, спросить. Я имею в виду, что, ну, здесь не могу сформулировать грамотно. Поэтому очно или онлайн, разницы никакой нет. Там доступен микрофон, доступна возможность нарисовать. Ну, пожалуйста, задавайте любимый образ. Очень заочные, на самом деле, занятия, они выгодны тоже, но немножко с другой системой. Здесь вопрос возникает в том, как человеку удобнее обучаться. Есть люди, которые, как вот, получают вопрос, и им интересно самим найти ответ. То есть, когда они получают ответ, они его тоже запоминают, но он может где-то затеряться. А вот когда ты вот получил вопрос, ты пытаешься понять, как это сделать, два часа ищешь в интернете информацию на англоязычных форумах, и вот в конце концов находишь ее, ты ее запоминаешь, и ты, может быть, в процессе нахождения этой информации что-то получаешь. Здесь то же самое, что, может быть, ты сразу быстро не наешь ответ на свой вопрос. Ну, то есть, допустим, ты пришел, посмотрел запись, сейчас уже там два часа ночи, все, понятное дело, спят, поэтому ты преподавателю пишешь, задаешь вопрос, но при этом, что-то хочется, пытаешься найти сам. Ты не находишь ответ за полчаса, за час перед сном, который ты ищешь в интернете с двух до трех, но при этом тебе попадается информация дополнительная, которая тебе помогает в чем-то другом. Поэтому любой из этих форматов, он удобен, и в любом случае на следующий день или через два дня, ну, там плюс-минус по загруженности, ты получаешь ответ на свой вопрос. Плюс, опять-таки, домашнее задание, которое ты выполняешь, оно грамотно структурировано, оно направлено на пройденный материал, и всегда, всегда тебе дают обратную связь по нему. Спасибо. Вот еще Виктор спрашивает, когда вы проходили обучение, у вас уже были какие-то, наверное, навыки по курсу, или вы были новичком? Здесь скажу честно, у меня были навыки на уровне, наверное, ВПРа, ну, то есть, скажем так, есть какой-то небольшой базовый навык, но не более. Могу сказать честно, мне, вот я принципиально для себя решил, что я пройду все курсы Excel в специалисте, вот, несмотря на то, сколько у меня, какой у меня уровень был навыков. И я, когда пришел на первый уровень, я понял, что, ну, скажем так, я пока нам объясняли, я попутно делал домашнее задание, потому что мои навыки этого позволяли. Но я скажу так, даже на первом уровне Excel было где-то 4 или 5 моментов, какие именно сейчас уже не назову, потому что, ну, это в процессе объяснения я подмечал, которые для меня были совершенно новыми, которые для меня, хотя я вкладил формулы, для меня были, что, а так можно было, да? Поэтому здесь тяжело сказать. Да, есть, была какая-то база, но в любом случае, скажу еще одно, замечательное домашнее задание, его много, но при этом практикуйтесь еще сами, потому что без дополнительной практики выполнить только домашнее задание, но я думаю, в школе и в институте сталкивались с этим, а, ну, вроде как на уроке поговорю на английском, все нормально, запомню, ну и все, не теряется. Поэтому, да, домашнее задание есть, но при этом не ослабляйте для себя планку. То есть закончился курс, ну, периодически ставьте себе задачки, берите на работе там что-нибудь, даже если вам не давали. Да, слушайте, на вашей истории такой прекрасный пример, когда человек сам идет развиваться, и как-то работодатель это замечает, видит, и с помощью этого получается дальше расти. Ну, скажем так, дело все в том, что мне немножко повезло, потому что мне попался адекватный руководитель в рознице, который увидел, что, ну, я не дурачок, а единственное, что скажу всем людям, которые здесь находятся, вот мой личный опыт, я, наверное, лет пять работал в рознице, никого не хочу обидеть, но вот сколько я работал, первоначально, когда клиенты приходили, они смотрели на меня как, ну, ты дурачок, который способен только вот мне отдавать пакетик с покупкой. Не важно, что у меня лингвистическое образование было, не важен уровень владения Excel. Это вот просто мой совет, что вкладывайте себя, развивайте себя, это будет заметно. Непосредственным руководителям, например, не вопрос. Продолжайте ходить на собеседование по двум причинам. Во-первых, чтобы не потерять навык вообще, вот как себя вести на собеседование, что говорить, что спрашивать. А во-вторых, я когда пошел в компанию, куда я сейчас работаю, я пошел просто из того, что, ну, а мало ли вдруг повезет. Ну, вроде как оператор баз данных, но у меня давно опыта не было. Я пришел и уже здесь работаю полтора года. Я искренне за вас рада, Сергей. Спасибо большое, что рассказали о себе, нашим слушателям. Так, по сертификации, наверное, мы с вами чуть попозже это обсудим. Вот, сейчас перейдем дальше по нашей программе. Сергей, спасибо большое. Мы будем двигаться дальше. Спасибо, что пригласили. Приходите к нам еще. Хочу пару слов сказать про рынок труда. Вот эти навыки, которые мы сегодня обсуждали, да, понятно, что их может использовать сейчас потребность. В них есть в большинстве современных профессий. Ну, я взяла, к примеру, вакансии бизнес-аналитик, да, на сайте хх.ру и вакансии аналитик.эксель. Что могу сказать? Вот проводили этот вебинар где-то около трех месяцев назад, и я сейчас обновляла статистику. Немного сократилось количество удаленной работы. Но она все-таки есть. То есть данная позиция работы, да, она позволяет в том числе работать удаленно. Вакансий сейчас достаточно много. То есть на рынке есть определенный голод в отношении специалистов, которые могут грамотно представлять информацию, особенно владение табло, Power BI. Просто эти специалисты нужны еще вчера в компании. И здесь вы не прогадаете, если для себя это направление освоите. Зарплата, я посмотрела, что за последний квартал стартовая сумма от которой, да, мы отталкиваемся на рынке, она немного возросла. И если вы планируете развиваться только в этом направлении, я вам сразу скажу, что вряд ли вас после дипломной даже программы сразу, да, на какую-то такую вот цифру за 100 возьмут. Но поверьте, полгода практики, и уже будут искать вы, а не вы будете искать работу, будут искать вас. Также есть, как вы видите, компании на рынке, которые готовы брать новичков и без опыта, да, и немножко их подтягивать. Мы в том числе активно ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы нашим выпускникам по дипломным программам такие возможности предоставлять. И часто есть такие запросы. Ну и последнее, наверное, что хочу сказать, что сейчас аналитики, бизнес-аналитики больше всего востребованы в IT-сфере, а на втором месте, наверное, сфера вообще аналитика данных, да, также востребованы и в сфере маркетинга, и в банковской сфере. То есть постепенно от только IT-сектора мы начинаем, вот остальные сферы тоже подхватывают. И вот мы сегодня с вами говорим об этой профессии. Будет ли вас требован специалист данным диплом в зарубежных компаниях? Так, про курс сейчас немножко попозже расскажем. Смотрите, в зарубежных компаниях, да, при, если мы говорим про зарубежных компаниях, о зарубежных компаниях, которые представлены на российском рынке, обязательно знание английского языка также будет добавляться. Безусловно, специалисты такие востребованы, и вопрос только в том, что надо будет подтянуть до уровня C1, английский язык. Так, в медицине. Ну, медицина тоже хотела бы обобщать свои данные и представлять их в виде наглядных каких-то дашбордов. Так, еще хочется сказать, да, что мы под данную сферу разработали дипломную программу, в которой собрали для вас такой сильный преподавательский состав. Вот вы видите его на экране. Преподаватели с просто огромнейшим практическим опытом, с высочайшим уровнем образования, и которые в своих сферах работали не один год и добились серьезных успехов. Сейчас хочу передать слово ведущему преподавателю Ольге Кулешовой, которая расскажет нам про дипломную программу, которая включает как раз в себя весь набор знаний и навыков, которые необходимы для работы в данной сфере. Ольга передала. Продолжим. Когда я начинала работать в специалисте, это был 2001 год, тогда Excel был точно первого уровня, ну так, если как на сегодняшний перевести, и, по-моему, уже был второй уровень. И на этом была точка, потому что потребностей других не было. И первый уровень, это уже был почти МАК, а если человек проходил Эксперт, он так и назывался, Excel-эксперт, то это прям уже был Бог. Ну а если еще, не дай Бог, он изучил макросы, то это прям вот Бог в тройне. Поэтому тогда это было все намного меньше. Потому что, еще раз повторюсь, объемы были в разы меньше. И если вот к вопросу, как иногда говорят, помните, тоже мы же потихоньку переходили на компьютеры, и многие профессии тоже считали, что их это не коснется. И верили в то, что вот типа отсижусь, еще там месяцок, еще годок и так далее. Однако век цифровой догнал всех практически и, что называется, устремился вперед. Итак, с точки зрения нашего с вами мероприятия расскажу, что есть дипломная программа, которую можно пройти от трех до шести месяцев. Это вот средний. Вопрос, как плотно и как много вы сможете посвятить времени, скажем так, обучению. Потому что одно дело, человек, что называется, свободный, другое дело, когда человек ходит на работу и, естественно, у него уже немножко меньше временных возможностей, но тем не менее. В дипломную программу входит 11 курсов. Ну, я так, что я написала, как у нас обычно говорят в России, да, начнем с понедельника. Ну, вот можно начать с понедельника, с 6 сентября. Расскажу, из чего состоит эта программа обучения. В ней, в принципе, есть буквально один, наверное, курс, больше такой теоретический. Это основа бизнес-анализа для понимания вообще каких-то общих, теоретических, ну, подводных моментов и так далее. То есть это вот, что называется, не прикладное, да, это больше общее для мозга. Дальше. А дальше начинается наш любимый Excel. Для того, чтобы стартовать здесь, нам нужно уже знакомство с Excel, то есть на уровне написания простых формул, знания там абсолютных ссылок, уметь выполнять простые операции с диапазонами, то есть уметь и простейшие все фильтрации, сортировки, там, поиски, замены, да, печать. Ну, то, что требует небольших, скажем так, навыков, но они должны быть уже уверены, да, чтобы человек уже понимал, что есть там функции на уровне простых, там, этих агрегаций, допустим, суммы средней, немножко если, да. Здесь вы, если планируете, можете всегда пройти тест на сайте, чтобы понять, знаете ли вы уровень 1. Ну, как говорил Сергей, даже действительно, те, кто работают, мы же все в массе своей рано или поздно начинаем с самоучки, а потом только начинаем как-то по-другому учиться, ну, а некоторые так и остаются с самоучками, то, естественно, не все моменты просто иногда вот ты нашел, да, ты так используешь, а может оказаться то же самое, но еще более эффективно. Так, и вот затем мы начинаем со второго уровня, то здесь мы изучаем разные функции, как раз-таки ВПР, там, ВПРС, если, да, совместно, например, там, другие функции для сравнения, там, табличек, для расчетов с условиями, там, подстановки, те же самые сводные таблички, ну, то есть, в принципе, вот он поэтому называется расширенная возможность. Дальше, когда мы это освоили, это уже хорошо, на самом деле, но мало, поэтому более сложные формулы для, там, сборки данных, для подстановки, ну, и, естественно, для анализа. То есть, все так или иначе, рано или поздно зовется анализом, а как только мы начинаем представлять результаты в более удобной форме, то есть, в виде диаграмм или каких-то более кратких, понятливых отчетов, то здесь подключается визуализация. То есть, в рамках третьего уровня мы не только считаем, но и учимся визуализировать, изучаем и польский формат, который позволяет и хитрить, и добавляет свое удобство, как при работе с таблицами, так и хитростями с точки зрения построения диаграмм. Программа с элементами управления. и дальше потихонечку это можно развивать и уже по своей задаче, ну, что называется, интерпретировать. В принципе, это уже достаточно хороший уровень, но именно только, что называется, в окне Excel. Табло, оно идет, ну, что называется, пролинен рядышком. Это инструмент у нас по визуализации и анализу данных, не микрософтский разработчик, это отдельно от Микрософта. И здесь тоже будет задача, когда загружаются данные и строятся отчеты. Ну, в большей степени направлено на то, что источники, которые обрабатываются, они более подготовлены. Затем, Кликсенс, на самом деле, что касается него, то, на самом деле, тут нужно понимать, насколько он используется в компаниях. То есть, далеко не все готовы, ну, что называется, его приобретать и поддерживать пользователей для работы. Поэтому Кликсенс, он немножечко идет, ну, как бы стороной. Так, но, тем не менее, он тоже, существует, и здесь просто, если, например, вы понимаете, что у вас уже есть ориентир, ну, к примеру, да, где вы планируете работать, иногда могут быть варианты, когда все вместе, и Табло, и Power BI, и Кликсенс, и вот тут уже, конечно, в рамках одной дипломной программы в этом смысла нет, просто можно изучить все в рамках этой дипломной программы и плюс к этому работу с Кликсенс. Так, и если дальше мы понимаем, что хочется что-то автоматизировать, а это решение задач, направленное на любые операции, это и, опять же, какие-то преобразования, это и формирование там отчета в определенном виде, да, это и разбивка, например, существующих данных из дна файла там на разные, на разные листы, то здесь, конечно, наш помощник это макросы. В Excel, что называется, всех версий встроенной, у нас есть Visual Basic Application, и с его помощью тоже можно творить, что называется, чудеса. Но макросы, как и любой язык программирования, требуют нашего с вами усердия. То есть здесь вместе с обучением нужно постоянно себя, ну, что называется, тренировать, потому что иначе навыки, ну, мягко говоря, теряются. И стадия, которая получается, каждый раз, как в первый раз. Так, поэтому по программированию, здесь у нас в дипломной программе два уровня, да, лейти уровень 4, где человек приходит, который мог видеть макросы, мог слышать о том, что есть макросы, или вообще ни то, ни другое. То есть там начинают изучать макросы с нуля, поэтому доступно, и старт может сделать любой пользователь. Главное, заинтересованность. Ну, а затем все, что к нам потихонечку начинало приплывать в Excel, начиная с 10 версии, это все, что связано с настройками Power. Изначально некоторые из них надо было дополнительно ставить, сейчас, в принципе, если мы берем особенно более последние версии 16, 19, и 365, то это уже все внедрено. Но еще раз повторюсь, если версия типа профессионал, такого бизнес, потому что в простых для дома и учебы этих моментов многих просто физически нет. Также будьте внимательны, если вы планируете обучение в перспективе на Mac, Mac-платформа тоже в Excel это не поддерживает в чистом виде. Так, Power Pivot, Power Query, 3D Map, Excel 6. То есть мы делаем хороший шаг с точки зрения понимания и изучения самой модели Power Pivot. То есть как в нее загружать данные, как начинать там делать связи между табличками, как считать, ну и конечно же как строить отчеты. Первый шаг уже, ну что называется, здорово, но выясняется, что источники не все прекрасные, то есть не только база данных вы будете использовать. И в этом случае наш помощник, который идет параллельно, можно сказать, это Power Query. Power Query изучают, как и те, кто просто работает в Excel, потому что еще раз повторюсь, это подготовка данных в нормальный вид в массе своей. Хотя бывают задачи в обратную сторону из более нормального сделать ненормальный. Ну, в общем, в ситуации любые преобразования, трансформации, это все его сильная сторона, как и консолидация. Поэтому, чтобы удобнее работать, потому что в Power Pivot нужно добавлять только подготовленные источники, то мы тоже налегаем на Power Query. Просто знание Power Pivot, там внутренний язык DAX, он при первом приближении, когда мы пишем простейшую форму, очень похож на Excel, а потом оказывается совсем не тот. Не самый такой добрый язык, не самый логичный, но тем не менее, как говорят всегда, дорогу оселит идущий. Поэтому, с точки зрения, научились уже строить отчеты на уровне 6, на уровне 8, мы углубляемся с точки зрения изучения формул написания, да, хитрости много, ну, естественно, просто формулы никто не пишет, и также параллельно строим отчеты. Но уже не тратим много времени на понимание того, как загрузить данные, да, как там их связать. Эта стадия уже нам известна, и так же называется, поэтапно мы накладываем и накладываем новые знания, новый пласт, который уже, что называется, хорош, и нам доступен для использования и последующих работ. Ну, и завершает нашу программу курс, который называется Power BI Desktop для пользователей, в том числе, я являюсь тоже его разработчиком, как там, шестого, в принципе, вторые, третьи, они все приблизительно там, в свою очередь, но и разрабатывались. И здесь мы уже полностью к этому готовы. Почему? Power BI Desktop на самом деле это не совсем простой инструмент. То есть, вот когда иногда в компаниях сейчас они услышали, что это мощно, можно вот красиво отчетики строить, на переговорах всегда спрашиваешь, вот ваши сотрудники знают Power BI, Power Quay, но каждый второй всегда говорит, нет, ну зачем они нам, мы же хотим строить отчеты в Power BI Desktop. Это, конечно, здорово, но потом выясняется, что вот да, им не хватает каких-то знаний, я предупреждаю, что построить я их научу. Но с точки зрения дальнейшей самостоятельной действенности будут, ну что, проблем. почему? Потому что Power BI Desktop состоит как бы из трех моментов. Первый, это загрузка данных, а загрузка данных это Power Query. И если человек не умеет делать даже малейшие какие-то операции и не представляет, конечно, для него это уже первый шок, потому что Power Query это тоже свой язык, это язык M, особый, привередливый тоже, занудный к регистру, что вообще просто вначале очень раздражает многих, потом просто привыкает. Второй момент, это сама модель, опять же, связи, формулы, которые нужно писать, меры на другом языке, язык DAX. Представляете, сколько сразу сваливается на пользователя, который вообще об этом не слышал, не видел. И дальше только третья уже составляющая, это все эти отчеты, все эти визуализации. И понятное дело, что если у нас не то что хромает, она просто нулевая база с точки зрения подготовительной, то человеку тяжело в этот момент, у него практически наваливается три мощных момента сразу. А мы уже к этому моменту, пройдя шестой и седьмой, да, углубившись в восьмом, мы уже прекрасно к этому готовы и действительно понимаем, о чем речь, и уже можем сосредоточиться на тех особенностях и возможностях с точки зрения построения отчетов непосредственно в нашем Power BI поэтому линейка достаточно логичная и в массе своей ну девять из, ну даже наверное почти десять курсов из одиннадцати, а не чисто практические. С точки зрения нагрузки, то здесь у нас ситуация такова. Ну, во-первых, естественно, не зря они зовутся уровень один, уровень два, уровень три, то есть скакать, например, начать с седьмого, потом третий, потом какой-то другой, это не очень логично и, мягко говоря, бесполезное занятие. Поэтому все четко идет. Четкая последовательность курсов для того, чтобы с нужными знаниями, навыками, да, мы уже приходили к следующему этапу нашего, что называется, улучшения понимания ситуации и возможности решения задач. Общая дипломная программа целых 268 часов. Это чисто аудиторные нагрузки с преподавателем. Время на домашних задания, что называется, идет отдельно. Форматы у нас разные. Это может быть и обычное традиционное обучение, как всегда, вы в аудитории, с вами также преподаватель. Это может быть и онлайн по вебинару, то есть точно так же, вот как Сергей говорил, вы просто дома. На самом деле, многие иногда боятся онлайн формата по причине, что никогда с ним не сталкивались. Ну, вот приведу пример, недавно, ну, где-то, наверное, месяца три назад была ситуация, когда слушница собиралась быть очна, но оказалась на самом деле на вебинаре. Ну, причиной не смогла ребенка оставить. И когда я у нее уточнила, ну, она была единственная очная, придет она в аудиторию завтра или будет дома, она сказала, вы знаете, мне так понравилось, я думала, что я не справлюсь, ну, как бы дома, что я, говорит, пожалуй, не буду есть. Я говорю, хорошо, тогда я тоже не буду. Ну, и мы все были как бы на удаленке. То есть просто иногда, никогда не пробовав, кажется, что это сложно. Ну, единственное, конечно, онлайн маленький плюс должен быть в том, что либо у вас должен быть большой мониторище, ну, либо возможность подключения к второму экрану. Это может быть, неважно, там, монитор или вот я вот, когда работаю из дома, я подключаю какой-нибудь телевизор. Чтобы просто было удобнее. Изображение преподавательского стола, что называется, вы смотрите на одном, да, и на втором параллельно выполняетесь, ну, чтобы не переключаться. Очно-заочно, да, могут быть варианты, то есть на самом деле не означает так, что вы выбрали дипломную программу и, например, вначале сказали, я буду только вебинар. Нет. На самом деле, какие-то курсы вы можете проходить очно, какие-то вебинарно, то есть здесь вы можете, что называется, выбирать какие-то в группе там открытого обучения, когда вы обучаетесь и параллельно задаете вопросы преподавателю. Так, ну, и действительно, мы, в принципе, конечно, мы теорию рассказываем, но это не выглядит так. Сейчас мы 3 часа поговорим о чем-то, а потом 5 минут. То есть, как правило, у нас практика с пояснением. Много задач решаем вместе, порой так же вы решаете сами. Ну, и, конечно, для оттачивания навыков это непосредственно домашние работы практически по всем темам, чтобы вы по аналогии могли что-то другое рассмотреть. Действительно, это будут международные сертификаты. Наш центр является золотым партнером Microsoft, поэтому здесь тоже престижность имеется. так, ну, и, конечно же, все программы, они официальные, иначе вы не могли, я имею в виду, зарегистрированные, получать диплом по той или иной, что называется, программе. Ну, и по завершению у вас, как правило, там небольшая защита, после которой вы уже получаете эти дипломные программы. Ну, как раз к вопросу, который был в окошке чата, на вопрос, сколько времени нужно с точки зрения обучения. Вообще, у нас режимы занятий разные. Это может быть и интенсив, когда мы с вами, например, в режиме утро-день, то есть с 10 до 17.10, это 8 академических часов, можем заниматься в зависимости от продолжительности курса, наиболее часто они 16 часов и там буквально единичные, чуть побольше. Тогда это будет два дня. То есть два таких мощных интенсивных дня, но, естественно, не нон-стопом, то есть два маленьких перерывчика на кофе-брейк и посерединочке обеденный перерыв. То есть все люди всем нон-стопом там много информации прям воспринимать не могут, всегда должны быть перерывчики. Могут быть варианты, когда, если одно занятие в день, наверное, это чаще даже вечернее время с 18.30, тогда просто, ну, соответственно, если это курс 4, значит практически вся неделя. То есть 4 дня подряд могут быть, смотря какие моменты в расписании, через день, но здесь уже нужно смотреть под конкретную группу. Поэтому в зависимости от того, какая продолжительность у нас уже получается. Понятно, что если мы интенсивный утро-день, то здесь ежедневно мы получаем больше возможностей, но в то же время нужно понимать, что если вдруг вы решили все изучать в режиме утро-день таким нон-стопом, то времени на отработку навыков у вас становится меньше, то есть вы немножко себя, что называется, загоняете. Ну, как мы говорили, домашние задания есть в среднем, где-то 45, наверное, 90 минут, но есть, например, после некоторых занятий задание небольшое, а потом, в следующий раз более емкое, да, и может занять там и 2, и 3 часа. Дело в том, что на некоторых курсах решаются сквозные задачи, и вы практически как вот на работе процесс творите, так же и здесь. При любом формате абсолютно, будь вы в аудитории или будь вы на вебинаре, вы задаете вопросы. В аудитории, естественно, голосом, на вебинаре вы можете их задавать как голосом, так и писать в чат. Я иногда удивляюсь, какие скоростные бывают люди, они успевают еще сделать, я вроде не из медленных, и плюс мне еще такое сочинение какое-нибудь мощное в чате написать, то есть тут как бы не проблема. Мы всегда договариваемся, чтобы мы друг другу не перебивали, вопрос пишете, задаете, отвечаю, дальше движемся. То есть все, как вы обычно вряете, единственное, только можно сказать, вы не видите, как там на занятии, допустим, я машу руками, вот и все. Дальше, если даже это открытое обучение, да, вы просматриваете видео, вы параллельно репетируете, если у вас так же задаются вопросы, всегда преподаватель на связи и всегда поможет, скажет. Часто интересуется, как интенсивно, но все же, как я и говорил, загонять себя не стоит, да, все-таки какие-то перерывчики с точки зрения, даже чтобы мозг просто не закипел, нужно делать, но в целом вы это решаете сами, то есть вы для себя выбираете, ну, что называется, удобную частоту, интенсивность, да, то есть, например, хотите вы там, не знаю, один курс на неделю или два курса на неделю, отсюда как раз и сроки идут, там, от трех до шести месяцев. С точки зрения, когда мы работаем с домашних компьютеров, ну, естественно, компьютер должен тянуть все нужное программное обеспечение, которое у вас по курсу, да, то есть, в среднем, это, вот, как я здесь написала, Intel i3, его аналог AMD или выше, минимум, мне кажется, должно быть 8 гигабайт оперативной памяти, потому что, если особенно вы еще занимаетесь по вебинару, буду митинг немножко подкушать ресурсов, да, чтобы было комфортно, ну, остальные, наверное, характеристики уже не так важны, но за исключением еще, пожалуй, только, конечно, интернета, то есть, бывают, например, регионы, где интернет немножечко низковат или у него постоянно разрывы, когда, конечно, тоже тяжеловато по той простой причине, что пока идут вот эти вот все переподключения и прочее, немножечко можно что-то пропустить, но здесь тоже не критично, потому что у нас всегда каждая группа может по завершению там занятия через какое-то время, ну, это остается на полгода в личном кабинете просматривать занятия снова и снова. По поводу Microsoft Office, ну, смотрите, у нас, в принципе, везде программы, написано 2016-2019, можно и 365-й. Ну, то есть, вот, чем современнее, тем лучше. Особенно поясню, это связано с тем, что, во-первых, появляется, ну, 365-й, все, отлично. Главное, что если вы планируете всю дипломную программу, проверить, что у вас есть в 365-м офисе PowerPivot. Даже если вы зайдете на страничку курса Excel-6, да, где бизнес-аналитики, то в этом случае вы увидите, там есть буквально в начале в описании, типа, проверьте свой компьютер на возможность работать с PowerPivot. Потому что хоть версия последняя, но может оказаться сюрпризом. С точки зрения интернет-соединения, ну, конечно, нам там не нужно сфера гигантская. Вот сейчас, если вы нормально видите звук, картинка, что называется, не плывет, да, ну, вот эти вот все моменты, то, в принципе, это вполне достаточно. Потому что, ну, везде разные, конечно, многие там, вот, например, в период пандемии забирались на дачи, да, в действительности с мобильного интернета. Там, конечно, было все более печально, то, что разрезы постоянные, скорость низкая, и прям вот чувствуется, что даже если человек, например, решил задать голосом вопрос, что ты практически не понимаешь, о чем он тебе говорит. Ну, такой роботизированный, длинный, непонятный звук. Вот. Поэтому здесь есть такие вот моменты. Так, с точки зрения нашего результата на выходе, ну, как вы понимаете, задач мы прорешаем много по всем этим курсам, да, то есть действительно, в принципе, вы уже будете понимать, в какой момент, каким инструментом нужно воспользоваться, да, то есть вы будете знать все инструменты от момента получения ваших данных до конечного результата, то есть до наших отчетов. То есть мы освоим и действительно мощный функционал Power Query, то есть кто с ним еще не знаком, тот пока еще не знает, что на самом деле многие задачи в разы быстрее можно решить с Power Query. Я не говорю, что все, но тем не менее. Опять же, в виде задачи вы сразу понимаете, в зависимости от того еще, что нужно решить, что с этим дальше делать, с каким инструментом, в какой среде это лучше сделать. Ну и, конечно же, Power P. совместно с DAX-ом это мощная штука с точки зрения наших возможностей по расчету, да, и затем их визуализации как средствами в Excel, в виде тех же сводных таблиц и диаграмм так, и, соответственно, Power BI Desktop. Табло немножко по-другому считается. С точки зрения разницы, ну, смотрите, у нас, если вы вообще посмотрите в специалисты, есть просто комплексные программы, допустим, они могут содержать там, ну, допустим, там три курса, да, или там где-то четыре, это именно просто комплексная программа. А здесь именно дипломная программа, то есть это немножко другого рода закрывающий документ, да, это другие навыки, то есть более емкие. То есть комплексная программа, если так вот посмотреть, она может быть как кусочек из дипломной, ну, вот если вы посмотрите там по кодам курсов, такие вот вещи. Вот дипломная, она значительно длиннее. И вот поэтому по выходе, да, мы с вами на самом деле получаем различные документы, да, то есть вот есть просто свидетельство, которое говорит о том, что вы прошли, да, вот если говорить терапию, есть удостоверение о повышении квалификации, то есть если у вас есть там среднее специальное или высшее образование, когда вы проходите какой-то курс, там комплексную программу, вы можете получить удостоверение. А диплом, видите, совсем другой бланк, то есть это действительно диплом с занесением в реестр, все по данной профессиональной переподготовки. То есть в принципе, как несложно догадаться, комплексно, если вы планируете обучать, оно, конечно, всегда выгоднее. Так, ну, пожалуй, наверное, я сейчас еще передам. А, ну и вот еще несколько вопросов буквально на случай, если вдруг вы собрались на курс, ну, к примеру, в обед и выяснилось, что он уже начался. Ну, здесь, конечно, в зависимости от ваших знаний. Если курс уже начался и вы хотите к нему присоединиться, то тут, наверное, либо вы этот материал знаете, тогда это ничего страшного, либо, возможно, если не интенсивный режим, можно будет просмотреть запись и, ну, как бы, подключиться дальше. Все мы люди, да, они от всего не застрахованы, могут быть разные обстоятельства. Если даже у вас очный формат, но случается так обстоятельство, что вы не можете приехать, да, на занятие, то у вас будет два варианта. Либо, если вы дома, но предлагаете, вы можете подключиться удаленно, вы подключаетесь и также полноценно работаете на занятие, ну, либо в дальнейшем вы сможете всегда просмотреть это занятие уже в записи. В записи тоже удобно, она с вами остается полгода, вы можете в любом темпе, любую задачу, любое количество раз просмотреть снова, снова и снова. То есть записи, да, они у нас доступны в личном кабинете и, соответственно, вы к нему обращаетесь и в течение полугода по каждому курсу имейте возможность повторить, да, какие-то моменты снова и снова, а может быть и какие-то там большие части. Ну, в аудиториях, естественно, у нас всегда аудитория, она готова к тонульному курсу, то есть, ну, это уже наши, назовем так, внутренние заморочки, да, каждый класс у нас оснащен определенной техникой и в нем могут идти определенные курсы. Поэтому каждый курс имеет свои технические требования и аудитория, которая этим требованиям подходит. Вот, поэтому здесь никаких проблем нет, классы у нас все оснащены для возможности прохождения обучения. Так, ну, и я передаю слово обратно Ольге. Ну, наверное, такая самая, самый важный вопрос, насколько стоит. Дипломные программы, они всегда дешевле, чем отдельные курсы по одному, потому мы вам рекомендуем сориентироваться. Правда, дипломных программ и комплексных программ у нас много, я вам ссылку отправила в чат. Непосредственно эта программа, про которую мы сегодня с вами говорили, ее стоимость от 137 490 рублей, но тем, кто в течение трех дней решит записаться, можете воспользоваться сертификатом на 13 тысяч рублей, еще будет скидка на онлайн формат. Данный промокод вам еще придет в почту, и все, кто сегодня посетил наш вебинар, у вас вот есть такой бонус. К слову, о том, какие еще есть варианты курсов с Excel, я вам ссылочку отправила в чат, тот, кто смотрит на записи, может отсканировать QR-код, вариантов множество, там, где мы видим наверху две синие и оранжевые программы, это дипломные программы, если у вас есть первое базовое образование высшее, любое, то вот этот диплом по окончанию 11 курсов дипломной программы является аналогом второму высшему образованию, остальные программы комплексные, вы получаете сертификат о повышении квалификации всего государственного образца, но, однако, повышение квалификации все-таки часов меньше, чем в дипломной программе, да, они более сокращены, но по цене они, может быть, более доступны для вас будут, либо есть еще такой вариант, вы здесь видите, в путеводителе, можете еще пощелкать, он интерактивный, перейти по ссылке, которую я вам отправила, и посмотреть, что если до какого-то момента вы доходите и проходите всю программу, например, комплексную, и у вас остается несколько курсов, чтобы получить диплом, так тоже можно, то есть некоторые люди сначала начинают с нескольких курсов, потом уже остальные добирают до дипломной программы, здесь на ваше усмотрение, в чем плюс, допустим, дипломной программы, когда вы ее заканчиваете, получаете диплом, еще полгода вы можете проходить курсы в онлайн-формате со скидкой 50%, это очень приятно, потому что всегда есть чему поучиться, и ситуация сейчас такая, что тот, кто не учится, не повышает свою квалификацию, тот на рынке труда как бы по лестнице немножко вниз съезжает. Вот, наверное, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать, если есть какие-то вопросы, у нас еще есть пару минут, пожалуйста, можно включить микрофон, задать голосом, можно написать в чате. Да, рассрочка есть, есть беспроцентная рассрочка от учебного центра, надо обратиться к менеджеру для оформления. Я так понимаю, вопрос, какая версия Windows нужна для того, чтобы обучаться дистанционно? Да, версия Windows, она здесь не так важна, но в основном сейчас, наверное, мы чаще встречаем Windows 10, вот, поэтому Windows не так важен. Для всего этого больше важен, что у нас непосредственно версия Excel, да, ну, а Power BI Desktop, он у нас бесплатный, табло, в принципе, в том варианте, который есть, оно тоже легко, ну, как бы, устанавливается, по-аному, Windows 10 Pro еще как подойдет, куда штаб лучше, что ли? Кто-то спрашивал, да, вот, по продолжительности, и хочу добавить, что, конечно, надо рассчитывать свои возможности, если у вас есть основная работа, если у вас семья, дети, то все-таки имейте в виду, да, что вам, помимо обучения, надо будет выполнять домашние задания для закрепления. В целом, обучение само по себе отнимает достаточно много сил, рассчитывайте ваши силы, но, если что, вы всегда можете скорректировать с нашим менеджером, даже если записались, можно скорректировать расписание в процессе. Если вы сейчас проходите комплексную программу, которая по Excel второму и третьему, можно будет пересчитать стоимость дипломной программы, да, можно будет. Единственное, что я не знаю, уже в индивидуальном порядке по применению сертификата. это менеджер вам подскажет, можно ли будет применить на скидку этот сертификат, но со стоимостью дипломки можно, да, пересчитать. Здесь уже тогда в индивидуальном порядке будет рассчитываться. Ну что, я так вижу, что вопросов больше нет, хочу поблагодарить всех наших слушателей, которые пришли онлайн. Спасибо, что задаете вопросы, это всегда очень оживляет вебинар. Передаю привет всем, кто посмотрит нас онлайн. Приглашаю вас в учебный центр специалистов повышать свою квалификацию, развиваться, расти профессионально. Мы вам со своей стороны рады помогать, рады вас учить. хорошее. Спасибо. Продолжение следует...